В эфире областного канала Губерния 33 программа «Здоровье». О наболевшем в обзоре новостей региональной медицины расскажу вам я, Анна Устинова. Здравствуйте. Ситуацию со распространением ВИЧ и СПИДа в России в течение недели обсуждали в СУЗДОЛИ ведущие специалисты страны. По статистике, в 2015 году почти 37 миллионов жителей планеты Земля жили с ВИЧ. В текущем году было зарегистрировано еще 2 миллиона новых больных. В России, где с ВИЧ-инфекцией живут около миллиона граждан, находятся на третьем месте в мире по скорости распространения заболевания. Всего в прошлом году в стране умерло 15,5 тысяч ВИЧ-положительных пациентов. Это около половины всех смертей от инфекционных болезней в России. Между тем, по данным регионального управления Роспотребнадзора, во Владимирской области статистика ниже. Общий областной показатель заболеваемости составляет 42 на 100 тысяч населения, а в целом по стране 51,8. Более подробно о проблеме ВИЧ корреспондентам губернии 33 рассказал Академик РАН, руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. В целом в России продолжается увеличение числа новых случаев заражения. Около 100 тысяч новых случаев было выявлено в прошлом году. В этом году примерно такие же цифры. Поэтому существует риск заражения практически у каждого россиянина. Сейчас уже дело дошло до того, что у нас каждый сотый взрослый уже заражен ВИЧ-инфекцией, а среди некоторых возрастных групп, например, среди мужчин от 30 до 40 лет уже 2-3 процента, то есть каждый 30-й заражен ВИЧ, и это очень серьезно, потому что уже от этих мужчин половым путем заражаются молодые женщины. Сейчас Россия на третьем месте по количеству новых случаев ВИЧ-инфекции в мире после ЮАР и Нигерии. Значит, действительно, мы очень многое упустили, и очень многое нам надо сделать. Центральная Россия здесь, кроме Московской области, пожалуй, нельзя отнести к сильно пораженным регионам, но Владимирская область граничит с Московской областью, Москва недалеко. Поэтому в любой момент может произойти ухудшение ситуации. И я бы сказал, что в тех районах, где нет ВИЧ-инфекции, надо делать не меньше того, что делается в тех регионах, где уровень высокий. Ну а с эпидемией ОРВИ и гриппа не понаслышке знаком почти каждый. В регионе выявлены первые случаи его гонконгской разновидности АН3Н2. А превышение эпидпорога зафиксировано среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Большая часть всех обратившихся за медпомощью – дети. Параллельно врачи подводят итоги вакцинации. Защиту от сезонной инфекции получили 464 тысячи жителей области. При этом, как заявила 7 декабря главный санитарный врач России Анна Попова, Владимирская область отмечена среди регионов с наименьшим охватом прививками медработников. Отмечу, что Роспотребнадзор настаивает на выполнении норматива охват на уровне 80-100%. В сезон простуд и обострения хронических заболеваний гораздо более актуальной становится проблема поиска нужных лекарств. О том, как удобнее это сделать – в нашем следующем материале. С приходом холодов люди начинают чаще болеть. Не только простуды и гриппом, но и вспоминают о своих хронических заболеваниях. Зачастую походы в аптеку становятся разорительными для семейного бюджета. А поиск нужных лекарств отнимает драгоценное время. Александра Мухина эту проблему для себя решила. Она заказывает лекарства на сайте аптека.ру. Так, заказ А-62-62-644. Хорошо, сейчас припишем. Первый раз девушка заказала лекарства по интернету около года назад по совету знакомых. В настоящее время Александра в отпуске по уходу за ребенком. И надолго отлучаться из дома, чтобы найти нужное лекарство, не может. Сложилась такая ситуация, мама попала в аварию. Двое детишек. Бегать по аптеке мне совершенно некогда. Во Владимире у нас вот этого препарата нету в наличии. Ни в одной аптеке. Это все под заказ. По интернет-заказам мы работаем, наверное, уже года два, полтора-то точно. Народ, у народа услуга пользуется популярностью. Ассортимент очень разнообразный. И косметика, и лекарственные средства, и предметы ухода. Все что угодно. Аптека.ру – проект компании «Катрен» – официального дистрибьютора крупнейших отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств. Во Владимир товар поступает со склада в Нижнем Новгороде. Это проект национального дистрибьютора. Это проект лидера в оптовых продажах медикаментов в Российской Федерации. Это лидер. Мы работаем только по прямым контрактам. С соблюдением всех условий хранения и транспортировки. Приобретая товар через сайт аптека.ру, исключено приобретение фальсифицированной продукции. В нашем происшествии более 13 тысяч наименований. Не каждая аптека может позволить такой ассортимент у себя на полках. Этот склад – гордость компании «Катрен». Выбор продукции огромный. Лекарства, биологически активные добавки, косметика, товары личной гигиены, средства для перевязки, уходом за лежачими больными. Детское питание, медтехника. Новейшее оборудование позволяет качественно и быстро собирать заказы. В Нижегородском филиале компании работает 120 сотрудников. Мы с уважением относимся к нашим потребителям. Мы с уважением относимся к нашему товару. Мы осознаем ту социальную ответственность, которая связана с оборотом лекарственных средств на этом рынке. Чтобы заказать лекарства на сайте аптека.ру, не надо быть продвинутым пользователем. Я захожу на сайт, в поиски набираешь лекарства, тебе выдают список, что есть в наличии, что нет в наличии. Если этого нет в наличии, при поступлении они сразу же сообщают, что этот товар появился в наличии. В три шага все это происходит. Три кнопочки нажать и все готово. Указать аптеку ближайшую для доставки. В принципе, все. Заказывать лекарства на сайте аптека.ру удобно еще и потому, что здесь имеется подробная информация о лекарствах. После оформления заказ поступает в информационную систему компании Катрен. Заявка обрабатывается оператором и отправляется на склад. Товар собирают, упаковывают и отправляют в указанную аптеку. Список аптек, где можно получить товар, предоставлен на сайте. Во Владимирской области точки доставки лекарств есть в более чем 20 населенных пунктах. Продукция поступает клиенту в максимально короткие сроки. Заявку делаете сегодня, товар привозят завтра. Как товар поступает в аптеку, мы клиенту звоним. Вечером, не знаю до скольки часов, но если до семи сегодня сделаете заявку, завтра товар будет в аптеке. Оплачивается товар при получении. Никакой предоплаты не требуют. Ну и самое главное, цена на большинство лекарств, заказанных по интернету, существенно ниже, чем в аптеках. Для лечения самых тяжелых случаев гриппа и пневмонии, выделения анестезиологии и реанимации областной клинической больницы, до конца года появится аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, ЭКМО. Оборудование предназначено для спасения пациентов с острой дыхательной недостаточностью. В процессе проведения ЭКМО кровь пациента забирается из венозного русла, насыщается кислородом, а затем возвращается в артерию. Данный метод показан пациентам в случае неэффективности искусственной вентиляции легких. Это пока единственный аппарат ЭКМО в государственных учреждениях здравоохранения региона. На его покупку из областного бюджета выделено 9 миллионов рублей. Стоит отметить, что в этом году высокотехнологичное оборудование также получили областная детская клиническая больница, Александрская и Кальчугинская районные больницы, а также детские больницы Муромогусь-Хрустального и Александрово. Всего на приобретение оборудования было потрачено 63 миллиона рублей из областного бюджета и еще 40 миллионов за счет средств фонда ОМС. Диспетчерский центр связи для инвалидов по слуху открылся 2 декабря во Владимире на базе регионального деления Всероссийского общества глухих. С помощью диспетчеров люди могут оперативно и бесплатно обратиться в экстренные службы, вызвать на дом врача и решить бюрократические вопросы. Иными словами, через оператора инвалиды становятся услышанными и моментально получают поддержку по самым злободневным нуждам. Во Владимирской области насчитывается более полутора тысяч инвалидов по слуху, которые не слышат с детства. С какими проблемами сталкиваются такие люди и кто помогает им на обратном конце провода в материале Дмитрия Киричкова. 5 тысяч выплачивается один раз в год. Мария Богданова консультирует глухих уже 3 месяца. Диспетчерский центр начал работу в тестовом режиме еще в сентябре. За это время девушка приняла 381 обращение. Мы связываемся с ними посредством социальных сетей. Мы есть в Одноклассниках, есть в ВКонтакте. Также они могут нам позвонить по скайпу, то есть это видеосвязь. Могут написать смс-сообщение на телефон. Могут позвонить на стационарный телефон и также отправить сообщение по факсу. Просьбы различные. От записи на прием к врачу до помощи в трудоустройстве. Главное, что клиенты центра всем довольны. Переводчику там не нужно было как бы бегать. А сейчас записались, договорились по времени и все в порядке. На открытие диспетчерского центра областной бюджет выделил 300 тысяч рублей. На эти средства было закуплено все необходимое оборудование. Однако проблемы остаются и основное количество сурдопереводчиков. Сейчас на более тысячи глухих в области приходится всего 8 специалистов по переводу языка жестов. Все равно сложно у нас, будем говорить, с бюджетным финансированием. Но вопрос-то мы решаем. Вот обучили одного специалиста. На следующий год двоих или троих мы заложили обучение. Поэтому реализация данного направления, она будет нами осуществляться. В планах у руководства общества глухих дальнейшее развитие. А продление государственной программы «Доступная среда» до 2020 года позволяет рассчитывать на повышение качества жизни инвалидов и впредь. Владимирский благотворительный фонд «Мама» приглашает женщин бесплатно пройти обследование молочной железы. Фонд получил президентский грант на реализацию программы «Женское здоровье». С 1 декабря обследования смогут пройти 380 жительниц региона. Актуальность этого подчеркивает статистика, по которой ежегодно 50 тысяч российских женщин узнают о том, что болеют раком молочной железы. Записаться на обследование можно по телефону во Владимире 32-22-28. Это все на сегодня. Если у вас появились вопросы или претензии по работе региональной системы здравоохранения, присылайте их на электронный адрес, который сейчас видите на экране. Мы обязательно постараемся обратить на них внимание властей и взять развернутый комментарий по теме. Я прощаюсь с вами. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова